На самом севере земель Гондора, где располагались две крепости людские, молодой выначальник Гондора Тирбиллер стремился прославиться и изничтожить слуг Саурона и положить конец зверским набегам из терлингов и орков Мордора. Тирбиллер руководил гарнизоном и небольшой армией Гондора, поставленная в его крепости лишь для предотвращения выторжения вражеских сил. А посему армия стояла без дела. На севере границ Гондора были лишь мелкие стычки. Гондорских патрулей с разбойниками Руна. И не более. А на самой северной крепости, что стояла прям впритык неподалеку от форпоста Руна, в ней заправлял всем опытный и мудрый выначальник Даррон. Расчёстливый и очень осторожный полководец, что не рискнёт своими войнами в гарнизоне крепости, что доверили ему свои жизни. Даррон рад был бы что-то предпринять заразой из-за границ, на вес приказа свыше он и пальцем не шелохнёт. Войны в крепости отъедались, пьянствовали, да с девками местными кутили. Так и летели будни бойцов в гарнизоне. Уставшие и ожиревшие от безделия тысячи воинов натирали глаза офицерам крепости Даррона. Но как бы офицеры не требовали хоть какой-нибудь взбучки, и небольшому броску на земли врага, так сразу же получали жёсткий отказ. Офицеры были бессильны, они жаждали битвы, и надеялись, что воины гарнизона вновь воспалят и пламя войны, и жажда мести за причинённый вред людям Гондора вновь загорится в сердцах наших бойцов. Как-то на рассвете пожаловал в крепость молодой поначальник Терр Биллар. Он, незамедлительно соскочив с седла, поспешил в зал Даррона, требуя созвать гарнизон для сражения. Мол, люди устали наблюдать за разорением земель, подвластных Гондору, и отсутствие приказа не даёт нам права ложить на беды наших людей. Даррен, не желая его слушать, воспитанный лишь на выполнение приказов, не мог позволить вершить самодеятельность в тени наместника. Он приказал своим офицерам арестовать Терр Биллара, но в итоге сам же Даррен оказался в цепях. Офицеры крепости Даррона сплотились вокруг Терр Биллара, и к вечеру им удалось привести в чувство большую часть воинов гарнизона. Те же, кто за правление Даррен оказался в целом непригоден для обхода на границы Руна, остались в крепости, но всё же большая часть воинов утеряла свой прежний облик. И из, как год это славных мужей Гондора, мечники гарнизона стали походить на доходяк, что еле умещались в сёдлах, а нагрудники, в коих были бойцы гарнизона, вовсе расходились по швам. Однако Терр Биллар и этому был рад. Он нуждался в выполнении собственного войска. Он посмел вывести весь гарнизон из крепости, надеясь, что за пару дней он вернётся обратно, и вряд ли что-либо может в крепости произойти. Итак, объединив две армии двух крепостей, Терр Биллар выступил Нарун. Поход Сия был задуман за неделю до прибытия Терр Биллара к Даррену. Терр Биллар, напомню, был ещё зелёным бойцом, прибывшим из Гондора и поставленным в руководство крепостью за боевые заслуги под Асгилетом, после череды побед над пиратами. Но в тех боях он лишь был подчинённым. Он был хорошим бойцом и отменным офицером, однако вы начальник из него всё ещё толково не солеплен. А посему, кто его знает, что ждёт армию Гондора в грядущем походе? И выступил орать многочисленно. И ступили войны Гондора на земле Руна, а форпосты стерлингов на горизонте. Армией стерлингов управлял некий Киригайр. Совсем недавно ему удалось зачистить город людей неподалёку от Эрибара. Победив сражение над превосходящей численностью воинами Дейла и жестоко над ними расправившись, возрастился он в форпост. Он ждал вести от главнокомандующего Барадуром. Он знал, что Саурон планирует серьёзный марш-бросок по землям Дейла, и вскоре урочи и орды перейдут к нему под командование. Тогда-то уж точно и стерлингам наконец-то удастся покарать людей Дейла. А Гондор? Гондор не был желанным кушем, ведь Саурон был всегда заинтересован в Эрибаре, а земли Гондора на севере лишь пригодны для разграбления. Да и вы начальник Гондора в крепости на границах Стар и Немощен. Да и пока огонь пылает на юге, вряд ли кто-то из главнокомандующих Гондора хоть раз обратит на север хоть какое-то внимание. Тир Биллар, собрав под свои знамена серьёзную силу, добравшись до форпоста, не заметя особых препятствий, и собственноручно узрев полуразбитую после череды сражений армии стерлингов, спустил с цепей воинства Гондора прямиком на частоколу крепления Руна. Столь внезапное нападение Гондора было той ещё новостью для Киригайра. Рунеец прорубил в рот и созвал все свои резервы для битвы с Гондором. В райомах частокола образовалась самая настоящая мясорубка. Потеря с обеих сторон по малейшему щелчку пальца вдоль всех укреплений форпоста и стерлингов. Тир Биллар и сам бросился в бой, надеясь преободрить и так высоко морально сражающихся бойцов Гондора. Кавалерия с перемешкой с пехотой, ливни стрел, носящие жизни как своих, так и чужих по обе стороны баррикад. Лютое пекло от закипающей крови и совсем свежих ран заполоняло каждую яму спустя минуты, превращаясь в некого рода болото для обеих армий. Труднопроходимые трясины из мёртвых тел не позволяло так же манёвренно сражаться, как и прежде. Часами обе армии громцали друг друга, не оставляя шанса на выживание на поле боя. Но удивление ветераны и стерлингов, прошедшие множество битв, и думать не думали о отступлении. И даже когда их стало в 20 раз меньше, они всё так же крепко стояли на своём и отбивались от тысячи гондорских копий. Вот, наконец, и сам Киригайр вступает в битву, схватившись за свою изящную глефу. Стал он шинковать бойцов Гондора одного за другим. Когда того во время боя заприметил Тирбиллар, то в сию же секунду вступил в схватку с ним. Ветеран сотен сражений и юный военачальник обменивались ударами, но никто так и не смог нанести друг другу серьёзную рану. Тогда Киригайр применил хитрость, он расчехлил на тыльной стороне древка глефа небольшой наконечник, на коем лезвии был яд некого тропического существа земель Харада. Только стоило Тирбиллеру увернуться от выпада глефа, что цепью прикована была к наручам Киригайра. Так тут же Киригайр потянул выпущенную глефу из рук обратно к себе в руки. Тут же древком сиздевает шею Тирбиллара, нанеся небольшую рану наконечником на тыльной стороне древка глефа. Тирбиллар не придал этому никакого значения, однако спустя минуты утратил силы. Но прежде чем выйти из боя, полководцу Гондора всё же удалось нанести серьёзный удар по Киригайру, лишив того руки после очередного выпада глефой. Казалось бы, бой выигран, но внезапные удары барабанов издали, и доносящийся ор орков с тылу укреплений стерлингов омрачил всю мораль людей. Десятки тысяч орков устремились в укреплениях, где велось сражение. Уставшие, затяжной битвой люди в панике покидали свои позиции, и лишь те, кто принял вызов в течение минут, прикрывая отступающих бойцов, расстались с жизнью в сражении с Сорочей Ордой. Киригайру смехнулся, и из последних сил добравший до своей лошади уселся в седло и призвал все воинства Саурона направиться вслед за людьми, дабы не оставить никого в живых. Молодого Тирбиллара насильно усадили в седло офицеры, после чего бежали с остатками воинства в крепость Даррона. Несколько часов армия Гондора волокла своих раненых до крепости Даррона. Молодой военачальник, видя, как обозы раненых бойцов не поспевают за ним, решается бросить их, дабы ускорить темп бегущей армии от Орд Мордора. Орки, задаившись под тенями затянувшихся облаков на полном шагу, чуть ли не настигли армию Гондора. Благо, опьяневшие бойцы в гарнизоне Даррона выпустили военачальника из заключения. Даррон, как военачальник, наблюдая со стен, как армия Гондора мчит к стенам от злости, не решается творить крепостные стены. Но желание спасти и укрыть воинов Гондора перевесило. И тот все же впустил остатки воинства Тирбиллара. Но на этом все не закончилось. Осадные повозки, которые потянул вслед Киригайр, настигли крепость Даррона, после чего орки развернули осадные лестницы и ринулись в бой. Катапульты, кои были развернуты в скором темпе, также начали вести обстрел стен крепости, унося жизни сотен защитников. Даррон, спустившись, отвесил жесткий подзатыльник Тирбиллару, после чего направил его со своим офицером в палату врачевателя. А после принялся командовать обороной. Выставил он лучников за стены крепости, надеясь уберечь их от снарядов катапульт. Бастионы-требушеты Даррон развернул на втором уровне стен у самого центра города. Он надеялся, что орки, забравшись на стены, понесут большие потери после обстрела с Требушей и лучников, стоявших подле. Так и случилось. Однако итогом обстрела также стало и то, что стены были обрушены, и образовался проход, что позволил миновать оркам крепостные стены. Бойцы Гондора отступили к центру и принялись держивать толпы орков. Часы битвы, что навечно отпечатаются в памяти обоих выначальников Гондора. Даррон и сам впустился в битву. Он и несколько сотен все еще стоявших в строю мечников Гондора. Понимая, что отступать некуда, пуще прежнего стали рубить орков с ненавистной яростью кромсая слуг Саурона. На закате обе армии в полу битвы резко остановились. Из-за непонимания того, что произошло, резким грохотом, что усиливался своей громкостью и дробежанием земли, а после услышав строевое пение марширующей гноми армии, Даррон приободрился и ринулся в бой, выйдя из обороны. Некий Хротгер, военачальник гноми армии Красный Гор, что выслеживал долгое время орду орков Гундабада. По счастливой случайности, оказавшись неподалеку за виде сражения эпичное, переменился в берсеркера и с громким призывом к своим бойцам, сломя голову, один ринулся к крепости Гондора. Гнома немедленно правили за ним. Выследить гундабадцев не удалось, зато поживиться мордорской живностью прям, ну, деликатес. Обаязя крепость тыла, гном не встретил ни одного охранника в крепостных воротах. Хротгер, как бывший умелый шахтер, не видя препятствий, забрался на крепостные стены и лично отворил ворота армии гномов, что не поспевало за ним, после чего Хротгер поспешил в бой. Удивление Даррона было неописуемо. Видеть, как некий гном с оголенным полностью татуированными рунами торсом бросился вперед стены щитов мечников Гондора. Да это ж как так? Гномы, с коями они не в ладах, сами ринулись в бой. Вместе с Хротгером в бой спустя минуты вступили и войны Красных Гор, а также отряд ветеранов Аэродмитрина, что должен был охранять своего начальника изначально. Но они не поспевали. Гномы с арбалетами по опыту прежних битв поспешили на стены крепости Гондора. И с внутренней стороны крепостных стен начали вести обстрел по незащищенным позициям орков. Шквал болтов за минуты изрешетил тысячи орков, а гноми и войны отбросили врага до самих стен, после чего прогнали отступающую погонь земель Гондора. После победы Хротгер кивнул головой в сторону удивленного и счастливого Даррона и призвав своих гномов быстро отбыл из крепости, ни разу не перекинувшись и словом своим начальникам Гондора. На рассвете Даррон, получив подкрепление, решил отомстить военачальнику и стерлингов за это позорное сражение с обеих сторон из-за потери, понесенные по глупости. Однако, прибыв к форпосту, из стерлингов все уже закончилось. Эльфы Трандуила добивали еще не остывшие после боя рунийцев и орков, что еще подавали признаки жизни. «Скончено», – произнес Даррон. И, выбросив свой шлем в поле, спрыгнул в стедла, попутно срывая из себя амуницию и не отвлекаясь на выкрики непонимающих от происходящего офицеров, устремился вдаль.